Всем привет! И в этом ролике мы поговорим с вами об основных обязанностях собственника бизнеса. Поехали! Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии под этим видео, мы обязательно будем на них отвечать. Основой любого бизнеса является концепция, философия, ценности, определенные смыслы, которые вы вкладываете в него. Так вот, первая задача собственника – это работать над укреплением и формированием этих понятий. Более того, задача собственника бизнеса – транслировать эти понятия как внутри компании, так и за ее пределами. Чем более грамотно будет выстроена именно вот эта ценностная концептуальная составляющая, тем больше эмоционально-чувственной привязанности будут испытывать к вашей компании, к вашему бренду, товару или услуге потребители, партнеры, команда, например, и так далее. Очень хорошим примером на рынке в этом вопросе является компания Nike. Компания Nike по сути является love-брендом, то есть бренд, который вызывает по отношению к себе любовь. У них очень четко выверенная концептуальная составляющая. На фоне этой концепции они снимают большое количество, ну так скажем, даже социально значимых роликов. Посмотрите одни из последних, которые они делали. Тем самым они формируют определенное отношение к себе у потребителей. Я очень хорошо знаю некоторых людей, которые никогда ни у одного другого спортивного бренда ничего не покупают. Покупают только у Nike, потому что они разделяют концепцию и философию этого бренда. Вторая обязанность собственника бизнеса – это, безусловно, формирование стратегии бизнеса. Более того, не просто формирование, а еще и слежение за тем, чтобы эта стратегия выполнялась. Наблюдение за тем, как это реализуется. Ощущение и чувствование на кончике пальцев, как и где что происходит, и куда дальше необходимо этот бизнес вывести. Если вы владелец, если вы собственник, ваша святая обязанность – двигать бизнес вперед. Но не за счет своих собственных физических и часовых усилий на то, чтобы выполнять определенные обязанности, которые вы давно уже должны были делегировать. А именно на то, чтобы формировать идеологическую, концептуальную и технологическую, скажем так, составляющую, которая двигала бы бизнес и давала бы ему возможность развиваться годами, может быть, даже десятилетиями. И это делает в том числе стратегия. Эта стратегия должна быть прописана, она должна быть сформирована, она должна быть четко донесена для всех участников процесса. Она должна дорабатываться и формироваться заново, если изменились определенные рыночные обстоятельства. Стратегия является следующим шагом после формирования базовой философии, ценностей и концепции компании, бренда или услуги или товара. Более того, когда я говорю об этих понятиях, они, безусловно, автоматически перекладываются на формирование и личного бренда в том числе. Именно поэтому, когда мы говорим о личном бренде, мы говорим, что первое, что необходимо сделать – это фундамент. А фундамент, по сути, и включает в себя и ценности, и качество, и видение, и философию, и точку мастерства. Следующая обязанность собственника бизнеса – это внедрение инноваций. Мало того, что вы или ваши сотрудники, или целый отдел должны работать над тем, чтобы эти инновации учитывались, а может быть, даже создавались и формировались, если вы работаете, собственно, в этой индустрии, на этом рынке. Но, помимо всего прочего, необходимо следить за тем, чтобы эти инновации внедрялись. Чтобы вы всегда оставались на пике трендов и тенденций в продвижении, в упаковке, в клиентском сервисе, в самом продукте, например, в его качестве. Особенно, если вы технологически развитая компания, особенно, если вы работаете в IT-сфере. Это тогда вообще один из важнейших факторов, за счет которого вы либо будете лидером рынка, или в топ-10 лидеров рынка, либо нет. Сейчас в левом нижнем углу экрана появилась зеленая стрелка. Нажмите на нее, и вы получите подарок. Следующий момент – это обеспечение безопасности. И да, именно собственник бизнеса должен думать и заниматься тем, чтобы компания была защищена. Чтобы, помимо всего прочего, был защищен и его имя, и методика, может быть, если какая-то создана, и сотрудники, и сама технология, и предприятие, если это крупное предприятие. И так далее, и так далее, и так далее. И, кстати, одним из очень качественных инструментов, скажем так, для защиты вашего авторского права или вашего владения существующей компанией является формирование вашего личного бренда. Потому что, когда весь рынок, собственно, знает о том, что вы являетесь владельцем этого бизнеса или его топ-менеджером, например, то очень сложно попасть в какую-то непонятную ситуацию, в которой вдруг, например, вы перестанете быть владельцем этого бизнеса. Все далеко не так уже просто будет происходить, потому что есть огромное количество свидетелей тому, что вы являетесь, собственно, имеете к этому отношение, давайте так скажем. Кстати, всего обязанностей собственника бизнеса 10, особенно если он занимается продвижением своего личного бренда. Если вам интересно, ставьте лайк, пишите комментарии, и я запишу следующий ролик со следующими пятью обязанностями собственника. И последнее, о чем я хочу поговорить в этом ролике, это пятый пункт, и это, собственно, управление финансами и активами компании. Это не значит, что вы сами должны, например, вести финансовый учет, или вы сами должны заниматься там налогово-бухгалтерской оптимизацией или работой. Нет. Вы должны именно думать на тему того, как создать капитал вашей компании, ваш собственный капитал как собственника бизнеса, и думать над тем, как развить финансово-инвестиционную политику, скажем так, вашей компании. У вас, безусловно, могут быть много консультантов по этой теме, у вас может быть целый отдел, который этим занимается, но именно вы должны принимать стратегическое решение о том, каким образом распределяются финансы внутри вашего предприятия. Ставьте лайк под этим видео, рекомендуйте его тем, кому это могло бы быть интересно, а также смотрите другие ролики на нашем канале.